всем привет на моем youtube канале как всегда у меня мукбанк сегодня пятничный мукбанк и я приготовила себе баранина с картофелем покрутила и решила вот солененько что-то захотелось капусты под каждым моим видео есть ссылка на донат и карту сбера куда вы можете перечислить на помощь каналу так и как всегда у нас разговоры разговоры о мужчинах об отношениях мужчины женщины про секс ну вы знаете про что мы будем сейчас разговаривать так я хочу попробовать картошку я хочу попробовать мясо да что же я тебя так кручу эти так неудачно села как декольте моё не очень видно ну да ладно ну что кота картошку я запекла значит в майонезе и специях сейчас вот так вот хочу разобрать на самом деле можно здесь все есть руками я попробую кайфово короче вы до половины готовности в духовке и ну потыкали что уже начинает мягчать и накрываете сверху там фольгой чтобы она еще сильнее вот найти как сверху она получается такая с корочкой а внутри внутри вот такой сверху внутри короче внутри мягкая вот так капусточка еще мясо хочу попробовать все приготовилось вспомнила тут недавно со мной история такая произошла опять тема про жената мужчина хочу поговорить тема такая игры можно вечно про не рассказывать но это вот буквально два месяца назад на на я прожую мясо чтоб не подавится значит звонит мне моя подружка в субботу говорит ли что ты делаешь есть планы я говорю планов нет ты чего хотела он гордо приезжает мой горит но любовник но любовник потому что этот за мужчина женат и говорит он приезжает с другом говорит друг молодой хороший футболист классный говорит не хочет с нами вместе сходить в ресторан я говорю да конечно но как бы это просто для компании просто чисто посидеть повеселиться ночью она два их мужика и она одна да там будет вот игру хорошо все я собираюсь выезжаю приходим сидит молодой человек симпатичный приятный в меру скромный знаете такой вот не вульгаршина то есть у него в глазах вот изначально знаете не было такой строки что я хочу тебя там от ебать от иметь и все остальное нет ну просто чисто для веселья такой скромный но все значит у нас тут стол ломится мы были в пивном ресторане ну вот сидим отдыхаем приятно общаемся на разные вот темы знаете просто просто по простому как говорится и тут моя подруга значит спрашивает у него у этого молодого человека говорит слушай а ты женат ну горит нет ну и тут мы начинаем чокаться значит ой все давайте не за женатых мужчин ну это все вот в прикол это потому что у него у нее женаты была надо чокнуться с последним кто не женат типа чтобы выйти замуж ну или что-то такое знаете вот это вот просто короче нам бабам заняться нечего мы так придумали и чокаемся вот ну все мы сидели прям допоздна напились в дробода дальше продолжение хотели а они остановились в гостинице ну с номер снимали номер на двоих в одном номере остановились вкусно баранина вкусно баранина во всем мы поднялись с ним номер заказали рома заказали кучу еще еды вот сидели тоже это и он начал значит проявлять ко мне проявлять ко мне симпатию в виде обнимание поцелуев ну я это позволила обнимать думаю не женаты девушки наверное нет у него я свободна ну почему почему бы и нет почему бы не пообниматься мы все взрослые люди ну то есть и может там не сексом занимались вот но напились все вот это вот мы с ним номерами так некрасиво надо косточку убрать номерами мы с ним обменялись значит да мы поцеловались и он такой страстный страстные в поцелуи мне это понравилось я обожаю страстных мужиков чтоб за горло взяли чтобы придушили за волосы нет нет оттаскали ну вот я уехала домой а так он еще мне намекал ну типа ну давай сексом там займемся с тобой и знаете мне вот что не понравилось хорошо допустим он намекал естественно он захотел сексом мужчина возбудился да там с ним красивая девушка все остальное хорошо все я это понимаю ничего ни слова не говорю но он даже не пытался снять номер другой а он типа давай в этом же номере займемся сексом ну в туалет пойдем ну то есть один номер обычный да стандартный в туалете типа вот что я уехала я вспомнила я психанула и говорю ты че вообще что блин мы че нам по 15-17 лет когда в углу зажимались все кучкой в одной квартире что ли ну типа это вот ну как бы мне это не понравилось думаю ну ну да ладно я уехала на следующий день лежу болею потому что мы до до трех утра значит тусили сейчас я хочу вкусно молодой барашек мы тусили мы много выпили ну в душе я лежу дома болею бадун страшнейшую вот просто знаете вот перепели перепили мы этого рома пива все вот это вот посмешалась у нас значит и че че а я вас обманула мы с ним еще не обменялись номерами Номерами мы вот, когда я лежала, болела, водунище страшное было, и моя подружка там говорит, слушай, ну, обменяйтесь номерами телефона, чтобы как бы не через неё общаться, да, а нам проще. Я говорю, пускай приезжает ко мне в гости, говорю, берёт там пиво, там чего-нибудь, это, пускай. И слава богу, ничего не получилось, но в плане, что он не приехал ко мне. И он такой, да-да-да, потом заменжевался такой, говорит, им надо было куда-то уезжать, говорит, как мы приедем, по приезду, ну, типа, я к тебе приеду. Ну, я, значит, вся уже в надежде, что ко мне мужчина приедет в гости. Болею страшно, но, знаете, мне захотелось просто... Когда бадун сильный, хочется обниманий, поцелуев, знаете, валяться, смотреть телек на диване, то есть пить пивасик, вот, ну, вот, знаете, вот такое вот. Их по-другому нельзя есть, эти куски, только вот так, но вкусно. Вот, у него не получилось. А мы, когда номерами обменялись им, мне он вылез ВКонтакте, как предполагаемый друг. Ну, что вы хотите? Я захожу к нему на страницу. А у него там статус, что он женат. У него двое детей. Я нахожу его в друзьях жену. У неё закрыта, правда, страница. Слушайте, я всё понимаю, да. Мужчина может набрехать. Вообще, он, понятно, он не обязан говорить женат, он не женат. Но когда вот уже, то есть, ты наёбываешь просто девушку, чтобы что? Чтобы лечь с ней в постель. Я этого вообще не понимаю. Зачем? Знаете, вот такое разочарование в людях. Когда ты изначально, у тебя спрашивали, женат ты или не женат, мы сидели, было, не было ни грамма намёка на то, что у нас с тобой может что-то завязаться более, чем вот этот вот вечер, да. То есть, мы можем дальше с тобой продолжить общение. Ну, не было такого, да. Ну, просто привет-привет, там, познакомились просто ради компаний. И этот человек наврал и ещё с нами чокался весь вечер за то, что он не женат. Угу. У меня такое отвращение от этого человека. Сразу отвращение. Было бы намного приятнее. Блин, я, наверное, так некрасиво грызу, я извиняюсь, но тут косточка эта. По-другому никак. Было бы намного приятнее, если бы он действительно сказал, да, я женат, у меня есть жена, у меня есть дети, я не ищу серьёзных отношений. Возможно, что-то, если и будет, ну, получится, это просто, просто интим. Вот и всё. Знаете, это в глазах больше уважения, чем мужчина-пиздум. Да. А как иначе? По-другому я его не могу назвать. Отвращение, и такие люди, им вообще будет хуёво по жизни, потому что они вечно пиздят. Он там наврал, там наврал, тут недосказал, и такой, помню его глазёнки, такой, такой бедный, несчастный, такой вот лопоглазик сидит, вот такой, я не я, моя с края, с хата, блядь, хата с края, я ничего не знаю. Так что, вот так вот, девочки, вот такой вот историю я сегодня рассказала на мукбанге. Всем пока!